Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Азбука веры, буква Х. Наверное, по логике надо было бы говорить о Христе. Но о Спасителе я говорю, пишу ежедневно. И Спаситель Господь Иисус Христос, Христос означает помазанник, в древнем Израиле так назывался царь, который рассматривался как спаситель от хаоса, беззакония, внешних врагов и так далее. Поэтому давайте поговорим о том, без чего можно обойтись в вере, но что именно с верой тесно связано. Сугубо религиозный термин – ханжество. Слово довольно странное, неожиданное, потому что происходит оно, говорят ученые, от тюркского слова, от слова хадж. Вот тот самый рабский хадж, который совершают мусульмане, полонничество в Мекку. И ханжа в словаре «Дали» зафиксировано значение, ну, то же самое, что бродяга, каликоперехожий. И мы хорошо знаем такой тип странников. Странников – это люди, которые носили на себя большой-большой тяжелый крест, всем видом показывали, что они молятся Богу и так далее. Еродивы, например, днем часто вели себя совершенно безобразно и гнусно, и могли и камнем в храм кинуть. Молились одни ночью, когда их никто не видит. На этом стоит еродство. Быть не тем, кто ты есть, чтобы люди тебя не уважали и даже презирали. Ханжа наоборот. Любопытно в английском языке этому соответствует слово «prude», пришедшее из французского, где когда-то «prude» обозначало доблестного человека. Это было 800 лет назад, потом это слово стало обозначать доблестную женщину, но доблестная женщина в позднем Средневековье понималась как, ну, как женщина скромная, нераспутная, ненаглая и так далее. И в английский язык это уже пришло для обозначения женщины, которая просто одевается без избыточных украшений. И не привлекает мужчин. Скромница. И очень быстро скромная женщина превратилась именно в негативную оценку. Скромница. В русском языке, да и в какой-то момент в русском, обозначением ханжи стало слово «тартюф» по имени героя пьесы Мольера, где «тартюф» это ханжа, который очень скромно одевается во всё чёрное. Надо понимать, что до начала, пожалуй, XIX века все богатые, знатные люди одевались, но только клоуны сейчас так одеваются, и священники в аримблагослужении, в парчу, в шёлк, в разноцветие, как попугаи, честное слово. А потом все стали ханжить, все стали скромными. И то, как мы одеваемся сегодня, прямое наследие вот того ханжества в викторианской эпохи XIX столетия. Скромность началась в XVI веке, когда Кальвин требовал, чтобы одевались скромно, впрочем, у Савонарола тоже призывал к скромности. И в средние века были специальные постановления, регуляторы, кто как имеет право одеваться согласно своему сословию. Конечно, ханжество напоминает фарисейство, но всё-таки это немножечко разные явления, потому что фарисеи изредка, но бывали богатыми. Фарисейство – это соблюдение законов чистоты, которые содержатся в Библии, в пятикнижии Моисеевом. Ну и ещё чуть-чуть прибавлено толкование, в общем, очень расширительно. Законы чистоты, например, нельзя соприкасаться с женщиной, если у неё месячные. А как ты узнаешь, месячные у неё или нет? Так лучше общаться любой женщины держаться по оду. Вот тебе и получается фарисейство. Но это не обязательно означает простоты в одежде или скромности. Нет, другое дело, что фарисеи, поскольку они в основном изучали Библию, они мало работали и экономили время, чтобы изучать закон Божий. Поэтому них денег на русских просто не бывало, и у их идейных наследников сегодня. Ну, нет, конечно, бывают богатые ревина, богатые хризимы, но это скорее исключение. Заметим, что часто антиклирикализм очень предосудительно относится к тому, что духовенство носит там золотой крест. Святой Иоанн Кронштадтский, например, у него была слабость, он любил хорошо одеваться. Ну, носил он рясы, но рясы были из бархата, из шелка, это очень дорогие ткани. И это у многих вызывало отторжение. Я помню даже отца Александра Мене, мне говорили многие люди, что-то они познакомились, и он сперва не понравился, потому что, ну, вот какой-то очень хорошо одетый, хорошо постриженный. Ну, и действительно, он стригся в парикмахерской для священников, там, в троте Сергия Лаврина задах. Ну, вот, и парикмахер был хороший, на него еще от природы такие волосы велись. Ну, в общем, красивый мужчина. Вот, и он старался держать фасон. И часто на духовенство сердятся люди, которые сами, в общем, не ханжат. Но они хотят, чтобы ханжило духовенство. Чтобы мы были такие все скромненькие, смиренники, потому что мы должны им напоминать о том, что блаженно нищие духом и так далее, и так далее. Напоминать. Встает известный вопрос о соотношении формы и содержания. Конечно, ханжа не обязательно лицемер. Это тоже разные состояния. Человек, который идет в паломничество, ханжит, он же часто идет в паломничество с исками и верой. Он идет в паломничество, и я хаживал в паломничество, только такие маленькие, несколько десятков километров. Идет в паломничество для того, чтобы в это усилие ходить ногами, чтобы оно формально усилено, но чтобы завело душу. Ведь есть психосоматическая связь, как тело, так и душа, так и психика. Есть и обратная связь. Наша душа влияет на тело, но и наоборот. Нормально этим пользоваться? Ну, до определенной степени нормально. Вопрос в границе. Ханжиство начинается там, где мы уже не для себя ведем себя скромно, живем бедно и так далее, а напоказ. И в этом смысле оно совпадает с фарисейством, потому что фарисей тоже сигналит, сигналил, что вот ко мне нечистая женщина не подходи. Это было благоразумно. А неблагоразумно то, что есть же еще внутренние скверны. Не входящие уст, так сказал Господь, а исходящие из уст. И тут уж сигналь не сигналь. Так что ханжество – это действительно паломничество, которое формально совершается к Богу, к какой-то святыне, а реальный человек бегает по кругу. Мы попали в зависимость от формы. Ну, бывает. И в этом смысле ханжество не обязательно нуждается в зрителях, в аудитории. Оно не обязательно, как у Тартьюфа, корыстно. Мольер высмеял самый простой тип ханжи, который хочет обобрать и во многом лицемерит. Но ханжество, оно не всегда лицемерно. Кстати, есть вещи и похуже ханжества. Потому что цинизм, например, показной цинизм – это плохой способ победить ханжество. Романтики, вот почитаем Виктору Гюго, там его один из героев романа «Человек, который смеется» по кличке Урс, медведь. И романтики воспевали такой вот культ бродяги, подчеркнуто грубого. Потому что, когда весь мир ханжит, ну, чтобы как-то навесить и действительно быть искренним, можно там и вырубиться, и вообще нагрубить. Но ты грубишь, а кормишь. А вот ханжа, он чистенький, скромненький, а не покормит. То есть ханжа – это слова и вера без дел. Ну, так давайте лучше дела, но зато мы будем, чтобы от нас прямо вот матерщинкой подпустим и так далее. Но это же ложное противопоставление. Совершенно необязательно бороться с ханжистом. Ну, в наше время вообще смешно. Ханжей не так много. Рычаг власти они утратили после того, как исчезла государственная церковь. Вот а в нашем церковном кругу ханжиш обычно довольно быстро дадут по мозгам. Единоверцы. Мы люди услужливые, поможем не ханжить. Но ведь сегодня мы живем в мире, где часто человек изолирован ото всех. И тогда борьба с ханжистом – это борьба с собой. И в этой борьбе, конечно, есть искушение вместо ханжества впасть просто в распутство, в жизнь, в свое удовольствие и так далее. Без Бога обязательно впадем. Но если мы знаем эту опасность, если мы молимся и посматриваем на Бога в течение всего дня и вечером, и утром, сверяемся, Бог милостью. Он поможет не ханжить, он поможет не стать циником, в общем, пройти между сциллой ханжества и харибдой цинизма. И уж подавно спасет от лицемерия и неискренности. И поглядывать почаще на Бога и на окружающих, на то, как они на нас реагируют. Если морщатся и скучнеют, что-то не в порядке. Ну, страшный сон да милостью Богу. Всего вам доброго. Это был Яков Крунтов. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова